В единый день голосования 8 сентября для 135 тысяч оренбуржцев распахнут свои двери избирательные участки. Больше всего будет открыто в Оренбурге и в Новосергиевском районе. В областном центре состоятся дополнительные выборы депутата законодательного собрания. За областной мандат хотели побороться 16 кандидатов, а зарегистрированы только 8, из них 5 однофамильцев. Список участников предвыборной гонки по 9 округу вы видите на своих экранах. Кстати, только на этом округе в день голосования будут работать КАИБы, а если возникнут сомнения, собираются задействовать ручной подсчет голосов. В ряде районов области состоятся дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления. На них претендует 124 кандидата от партий, объединений и самоводвиженцы. Некоторых политиков оренбуржцы хорошо знают, других увидели, что называется, в новом образе. Митин Александр Николаевич у нас выдвинут в политической партии КПРФ на дополнительных выборах депутата Оренбургского района. Он проходит как кандидата в политической партии, осуществляет все свои избирательные действия в соответствии с установленным порядком. Вопросов пока по Оренбургскому району у нас не поступало. Выборы там проходят спокойно и в нормальном порядке. В Новосергиевском районе пройдут досрочные выборы главы. Зарегистрировано шесть кандидатов. Дотошные журналисты спросили про Ташлу, которая также может остаться без нынешнего руководителя. Единый день здесь не очень может применяться. Здесь необходимо шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий. То есть любое воскресенье выборы возможно провести. Поэтому если подошли, будет какое-то решение, будут проведены так навскидку, но наверх до конца года, может быть, или там начала года, праздники, праздники переноса. Поэтому воскресенье любое в течение шести месяцев. Оренбургцев ждут на избирательных участках 8 сентября. Вот-вот по почтовым ящикам начнут разносить приглашения. Подготовлены открепительные удостоверения для тех, кто в день голосования будет за пределами избирательного участка. Елена Давыдова, Роман Боричев, Новости дня.